Слушайте доктора. Она сопровождается необходимыми с точки зрения закона отбивками. Посоветуйтесь с врачом, могут быть противопоказания и прочее. И когда мы говорим о каких-то конкретных медицинских диагнозах, это вроде бы понятно. Но когда мы говорим о косметологии, может возникнуть вопрос, почему, собственно говоря, нужно посоветоваться с врачом, какие, собственно говоря, могут быть противопоказания и вообще о чём тут говорить. Вот косметология в нашем представлении, часто в представлении обывателя, в бытовом представлении, она соотносится с такими понятиями, как крем, уход, в общем, какими-то домашними процедурами, лёгкими. Всё ведь гораздо глубже. Косметология – это медицинская тоже дисциплина. Безусловно. Косметология на сегодняшний момент является медицинской деятельностью, и в последние годы она широко шагнула в своём развитии. И сейчас косметология является таким же точным направлением, как педиатрия, гинекология и хирургия. Поэтому при выборе клиники мы должны ориентироваться на какие-то показатели. Да, вот какие-то показатели. И почему именно мы всё-таки должны понимать, что если ты хочешь какого-то серьёзного косметического эффекта, и ты задумываешься о глубоких косметических процедурах, ты прежде всего должен понять, что вот Центр косметологии, в который ты приходишь, Центр косметологии и медицины, он предоставляет тебе услуги, которые невозможно предоставить в маленькой коморке или на дому. Всё правильно, всё совершенно верно. Мы всё-таки сторонники того, что мы оказываем комплексное лечение и комплексное взаимодействие с пациентом, начиная со знакомства первого, проводя обследование и заканчивая какими-то серьёзными хирургическими манипуляциями либо косметологическими процедурами. Пациент, который приходит в руки доктора-косметолога, либо хирурга, он должен быть прежде всего здоров. Поэтому комплексное обследование до серьёзных вмешательств очень важно. И в условиях маленького стационара, маленькой комнатки это сделать просто невозможно. Когда мы говорим о хирурге, мы говорим о хирургии-косметологе, да? Хирург-косметолог, который осуществляет коррекцию дефектов эстетических кожи либо тела. Прежде чем специалист приступает к манипуляциям, он должен иметь всю картину пациента. Безусловно. Какие болезни, противопоказания и прочее? Мы чётко собираем анамнез и выясняем противопоказания к данной методике, какие могут быть осложнения у данного пациента. Потому что вот именно работая только в команде высококлассных специалистов, ты можешь рассчитывать ещё на кого-то рядом, кто тебе поможет в трудную минуту, в трудную ситуацию. То есть прежде всего нам нужно избежать осложнений. Осложнений, безусловно. То есть нужен допуск к этому. Кроме того, ведь косметологические процедуры, серьёзные косметологические процедуры, они проводятся... Эта манипуляция может проводиться единовременно, но мы рассчитываем на долгосрочные эффекты. Чтобы он был, необходимо, чтобы мы были к этому абсолютно готовы. И врачи тоже к этому готовы. Правильно? Правильно. Я понимаю. Ну и, собственно говоря, клиники должны проходить определённые процедуры сертификации, постоянно подтверждать свой статус. Ну вообще медицинская организация, которая хочет осуществлять свою деятельность, она должна обладать рядом документов. Прежде всего, это медицинская лицензия. И она должна быть не просто общей. Эта лицензия должна быть как на оказание хирургических услуг, как на косметологические услуги. Если в медицинском центре стоит лазер, то мы должны иметь разрешающие удостоверения на его использование. Каждый специалист должен обладать рядом сертификацией, рядом документов, разрешающих и дающих право ему работать в данной области. И постоянно, как доктор и как специалист, проходить подтверждающие курсы. То есть квалификацию свою нужно подтверждать всегда? Да, именно потому что, вот почему вы сказали, потому что медицина и косметология не стоят на месте, все время возникают новые методики, и эти методики нужно интегрировать в тот процесс, который сейчас есть. И они меняются со временем, меняются технологии. Если учесть, что мой рабочий стаж около 10 лет, то за 10 лет косметология и в том числе хирургия претерпели огромных изменений. И если ты не на волне вот этой всей системы, ты не можешь быть лучшим, и тут изначально ты обречен на проигрыш. Да, мы делали передачу уже с представителями вашего медцентра, и нам рассказывали, что именно акцент на всех новых и самых современных мирового уровня методиках основана работа Медицинского центра, Центра медицины и косметологии ЭЛАДА. Это очень важно, но ведь это очень затратно, мне кажется. Каждый специалист сам должен подтвердить свою квалификацию, плюс медицинский центр еще должен в это вложиться. Безусловно, но мы в любом случае самые выгодные инвестиции – это инвестиции в себя, и мы это неоднократно подтверждаем. Я бы хотела рассказать, какими качественными сертификатами должен обладать врач-косметолог. Да, пожалуйста. Потому что я им являюсь. То есть прежде всего это должен быть врач, именно дерматовенеролог. Дерматовенеролог. Не стоматолог, не анестезиолог. Это должен быть врач-дерматовенеролог по первой своей специализации и по второй специализации. Это должен быть косметологом. И далее это всевозможные курсы повышения квалификации по инъекционным методикам, по аппаратным, по лазерным методикам. А препаратов на рынке косметологическом очень много. И чтобы работать с определенным препаратом, то должен пройти обучение по нему в соответствующей фирме. Далее специалист, который как-то развивается, стремится к чему-то большему, он должен стажироваться. Стажировки специалистов нашего медицинского центра достаточно серьезные. То есть они уже выходят за рамки страны. Наши специалисты побывали в таких странах, как Амстердам, Австрия, Италия. И именно обмен опытом со специалистами иностранными дает колоссальный профессиональный рост. А страны, они специализируются ведь на каких-то своих технологиях? Каждая из них является трендмейкером. Например, Италия явно отличается чем-то от Австрии. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте. Где вы, например, получали повышение квалификации? И почему, собственно, по этим конкретным направлениям? Я, ну вот в этом году я проходила стажировку в Австрии. В клинике известного доктора Яни Ван Лохэма. У нас был двухдневный семинар. Первый день был посвящен теоретическим знаниям, в том числе широким знаниям анатомии человека. Ну и впоследствии второй день был посвящен просто практическим навыкам, где он демонстрировал нам свои методики. И, если честно, конечно же, страны Европы, они идут, они немножко опережают в развитии, ну, нашу Россию. Но это не секрет. Это не секрет, да. Поэтому, если бы мы вот не учились, не черпали что-то извне, ну, так бы мы и варились в своем вот этом котле. И, ну, это не выход для роста вперед. Тем не менее, мы знаем, что в последнее время Россия, российские фармацевтические компании научились выпускать препараты, косметологические препараты, которые замещают или, по крайней мере, пытаются заместить дорогостоящие импортные препараты. В частности, например, есть препараты, которые замещают ботокс. Если мы говорим о ботоксе, как о марке, они стоят дешевле, например, да. Может быть, не в разы дешевле, но все-таки дешевле и сходно по действию. Все-таки мы как-то подтягиваемся с этой точки зрения. Да, мы начинаем развиваться в этом направлении, и что очень отрадно за свою страну. Но спектр препаратов, которые есть на российском рынке, они не покрывают потребности пациента и потребности врача-косметолога в результате. Поэтому, так или иначе, мы будем прибегать к помощи иностранных производителей. И вот здесь очень важен, на самом деле, вопрос, как отличить потребителю, человеку, который приходит в клинику, как отличить качественные процедуры и препараты от некачественных. Потому что, еще раз, мы знаем спектр зарубежных препаратов. Он известен, постоянно пополняется. Фирмы хорошо рекламируют свои процедуры и препараты. Но нам предлагаются и препараты китайские, и корейские, и российские. И примерно одного действия. Когда ты читаешь, и ты не понимаешь, в чем там тонкость, вроде бы, кажется, результат должен быть такой же. Как сориентироваться? Что нужно узнать у доктора, у косметолога, когда ты выбираешь процедуру и препарат? Прежде всего, нужно найти того специалиста хорошего, который все объяснит. Прежде чем приступать к выбору препарата, пациент может поинтересоваться у косметолога, есть ли у препарата медицинский сертификат. То есть сертификат соответствия. То, что мы используем в своей косметологической практике, должно быть зарегистрировано как средство медицинского назначения. Будь то аппарат, будь то инъекционный препарат. Любой. Поэтому пациент может спросить, и доктор ему должен предоставить соответствующие документы. Средство медицинского назначения должно быть сертифицировано на территории Российской Федерации. Не в странах Европы, не на территории Китая и Америки. Именно на территории России. Далее. Очень много препаратов есть одного названия, но они не соответствуют качеству. То есть это препараты черные. Такое есть у нас уже и на нашем кировском рынке. Они на порядок дешевле. И работая с такими препаратами, врач обрекает пациента на наличие осложнений. Пусть вот не в таком близком периоде, а в дальнем периоде осложнений. Поясните, пожалуйста, Наталья, что такое черные препараты? Черные препараты – это те, которые имеют сходное название, одинаковое название с препаратами, которые сертифицированы. Но если их рассмотреть как-то пристально, то мы увидим несоответствие штрих-кодов, несоответствие серии, номеру партии, несоответствие упаковок. Это подделки? Это подделки. И они есть в Кирове? Они есть в Кирове. Они есть в Кирове. А кто производит эти поддельные препараты? Откуда они к нам поступают? В основном где там вот этот трафик? Ну, мы предполагаем, что это всё-таки Китай. Квосточная миссия. Да. И доходит до того... Могу просто пример рассказать. Вы знаете, что каждый инъекционный препарат он должен запечатать в стерильный шприц и стерильную упаковку. И уже доходит до того, что привозят большую банку препарата и разливают по шприцам, упаковывают и... И выдают за настоящий. И выдают за настоящий. Уже по сниженной цене. Цены очень демпингуются сейчас в косметологии. Это в связи с кризисом, конечно. И на услуги, и на сами препараты очень жёсткая конкуренция, в том числе у нас в Кирове. Но всё-таки на кону стоит здоровье пациента. Поэтому нужно покупать и ориентироваться на покупку препарата инъекционного у официального дистрибьютора. А официальные дистрибьюторы по определению своему не могут быть абсолютно дешёвыми какими-то, да? Естественно. Но это должен быть официальный дистрибьютор. То есть вот эта история, нужно быть здесь очень внимательными. И вот эта история, когда тебе говорят, или ты читаешь объявления какие-то, что вот только у нас, очень дёшево, тоже действие, пожалуйста, пожалуйста, не должно вводить нас в заблуждение. Несмотря ни на какие финансовые трудности, лучше воздержаться от подобных процедур, если сейчас это тебе не по карману, но обратиться вовремя к настоящему доктору, сертифицированному, сертифицированную клинику, и не стесняться, это я так немножко резюмирую нашу первую часть, не стесняться, а наоборот спросить и требовать, показать все необходимые... Именно требовать. Требовать все необходимые документы и сертификаты. Я прекрасно помню, как это бывает. Врачи, квалифицированные, ответственные, они сами это всегда предоставляют, даже когда ты не просишь. Они говорят, вот, посмотрите, вот, сертификат, обратите внимание, почитайте, заполните, пожалуйста, карту, внесите вот это, там какие-то есть наклеечки, бирочки, которые даже отдельно, там кому-то в паспорт вклеиваются, на обложку и так далее. Уже дошло до того, что это есть и в других препаратах. Все то же самое. Нужно быть максимально бдительным в выборе именно дистрибьютора. Все одно и то же. Скажите, пожалуйста, Наталья, а вот сертификаты дистрибьютора и взаимоотношения с дистрибьютором возможно в частном порядке, вот в частном маленьком кабинетике, или они сейчас недоступны, и только большие клиники медицинские, косметологические могут с этим справиться? К сожалению, это есть. Что трудно врачу частной практики, например, который принимает у себя дома, например, закупать такие препараты? Мы к этому стремимся на сегодняшний момент, но на самом деле это большой бизнес, где каждый заинтересован в своих, то есть менеджеры в своих продажах, косметологи в своих услугах и так далее. Но сейчас идет такое ужесточение требований к нашей практике и к продаже данных препаратов. То есть вот нужно быть ответственным, нести ответственность за самого себя. Да, прежде всего. Примите решение, где вы обслуживаетесь, кому вы обращаетесь, и помните о последствиях, которые могут наступить, если неаккуратно обращаться с косметологией. И быть уверен в том, что даже если в случае осложнений у доктора, сможет ли доктор эти осложнения как-то решить, а не отправить другим специалистам, которые будут более компетентны. Потому что инъецировать, ну, наверное, сможет каждый. По крайней мере, многие так думают, что это легко. Уколы делать может кто угодно. Но на самом деле это большой труд, большие знания. И в случае возникновения осложнений способность их максимально быстро решить. Это программа «Слушайте, доктор» Наталья Ильина, врач-дерматолог, косметолог, заведующий отделением эстетической косметологии Центра медицины и косметологии «Лада» у нас в гостях. Мы сейчас поговорили о требованиях, которые предъявляются сейчас к косметологическим клиникам и к врачам-косметологам, и к препаратам, и призываем всех очень трепетно относиться к своему здоровью и внимательно подходить к выбору специалиста и клиники. А теперь можно поговорить о хорошем и приятном, поговорить непосредственно о процедурах, которые осуществляются в медицинском центре «Лада» и о современных тенденциях. Мы поговорим вот сейчас об инъекционной косметологии, и можно прямо даже по частям тела сразу же пройтись. И раз уж мы заговорили о таком препарате, как ботокс, у которого есть аналоги, то давайте мы, может, прямо сверху вниз и пойдем. Лоб, глаза, лицо, скулы, шея и так дальше. Что сейчас в тренде? Ну, вообще, как показывает практика и тенденции, будущее за совмещение аппаратных методик и инъекционных. То есть вот этот тренд, который долгое время у нас существовал, наверное, на протяжении последних 10 лет, «уколись, и все будет хорошо», он уже все-таки уходит на второй план, потому что вот в моем представлении аппаратная косметология, она помогает сохранить естественную красоту. Переборщив с инъекционными процедурами, можно создать себе образ далекий от совершенства. Вот поэтому надо грамотно выбирать специалистов, которые еще эстетическим мышлением обладают и не сделают из вас куклу. Вот в этом мы и, вот этой натуральности, мы и учимся у наших зарубежных специалистов. И до сегодняшнего момента у нас в России есть такой тренд, большие губы, гипер, большие губы, большие скулы, подбородок. Но сейчас мы от этого уходим, и пациенты это начинают понимать, что это уже не тренд, а просто некрасиво. И все-таки в тренде это здоровый, естественный организм. И вот эта красота оценится. Да, и наш медицинский центр делает акцент на здоровье пациента в целом. Это правда. Это правда, особенно когда выезжаешь за границу. Если метров за 50-80 видишь губы и ресницы, ты понимаешь, что это женская женщина. Это все правильно. Это правда. Да, и в то же время ты видишь каких-нибудь элегантных испанок, француженок и французов, и итальянок, которые в своем возрасте... Видны даже и морщинки видны, но они выглядят очень свежо, естественно и потянуто, и предпочитают минимальное вмешательство и отдают... С максимальным эффектом. С максимальным эффектом. Вот что касается вот этой микса аппаратов и уколов. Можете привести пример какой-то осенней процедуры, которая сейчас производится в Центре косметологии, медицины ЭЛАДА? Для женщин, например, лет 40. Хорошо. Так как осенний-зимний период считается периодом максимального воздействия на кожу, то есть мы в своих действиях будем неограничены... Это связано с инсоляцией. Мало солнца, больше возможности производить процедуры. Поэтому мы прибегаем к таким достаточно травматичным методикам, как пилинги, как шлифующая система. Либо это пилинги, либо у нас в медицинском центре есть аппарат датского производства, аппарат IPL-терапии. И на базе этого аппарата мы осуществляем такие процедуры, как фотоомоложение, убирание пигментации с лица, работа с сосудистыми структурами лица и тела. То есть мы, по сути, выравниваем верхний кожный слой и готовим нашу кожу к уже более глубоким, серьезным вмешательствам. Будь то инъекционные методики, будь то хирургические методики. Когда вы говорите о том, что вы работаете с поверхностью кожи и с пигментацией, интересен следующий момент. До определенного возраста пигментация возникает, если там не медицинские какие-то проблемы, это физиологические, она связана как раз с инсоляцией этой веснушки, это, может быть, остатки пигментации от ожогов и солнечных, в том числе гормональный фон. После 40, я почему эту границу как раз провела, после 40 начинает возникать возрастная пигментация. С ней тоже можно работать? Безусловно. Безусловно. Да. И до появления аппарата в нашем центре мы широко использовали пилинговые методики, но, как показывает практика, они не столько эффективны. И только в комплексе мы можем решить проблему пигментации. Только в комплексе. Чтобы эту тему, что называется, добить, есть ли какие-то ограничения по размеру пигментационного? Абсолютно никаких. Даже если это пигментное пятно достаточно обширное, мы имеем право с ним работать и со стопроцентной уверенностью сказать, что оно снивелируется. То есть вот у нас прошли пилинги, аппарат, который поработал с пигментацией и с поверхностью кожи выровнял ее. Дальше что? Дальше уже опционально. И все, конечно, зависит от пожеланий пациента. Если требуется хирургическая коррекция, то я уже обращаюсь за помощью к своим коллегам, к хирургам. А что именно сейчас корректирует 40-летняя? Блефаропластика. Это глаза? Коррекция верхних и нижних век. Веки. Да. Ну, кого-то беспокоит, может быть, форма носа, но сейчас есть процедуры безоперационной ринопластики. Ну, будем считать, что это блефаропластика. Еще раз. Это вот тонкие, дряблые, например, веки, нижние, верхние. Да, склонные к отечности. Склонные к отечности. Ну, вот если до 40 лет мы говорим, что очень активно блефаропластикой пользуются люди, у которых врожденные вот такие нависающие веки, то после 40 лет это уже естественные причины. Это естественно, и сейчас идет такая тенденция, размытый возраст, и тогда, когда ты обратишься за помощью к косметологу, это совершенно уже никого не интересует. То есть самое главное должно быть показания. Если оно есть в 20 лет показания к инъекции токсина, мы будем делать. Даже если оно есть в 18 и раньше. Если есть, мы будем делать, мы не откажем. Итак, блефаропластика, ринопластика, но это уже тоже какие-то травматические могут быть последствия, или действительно генетические. Это тоже можно сделать в рамках клиники. Да, естественно, это все можно сделать в рамках клиники. Но бывает так, что пациент не готов по каким-то причинам к хирургическим вмешательствам. Тогда врачи-косметологи работают с данным пациентом и предлагают ему уже инъекционным путем решить данные проблемы. Возможности современной косметологии на сегодняшний момент на самом деле безграничны. мы своими действиями можем скорректировать форму носа при помощи гелия, гиалуроновой кислоты и точечными инъекциями ботулотоксина в крылья носа, в кончик носа. Мы тем самым можем его приподнять, сузить, ноздри. И это реально, это 100%. Вот это для меня открытие. Я еще не в этой теме, не знала. И если мы будем говорить о ботулинотерапии, то раньше считалось, что ботулотоксин применяется только в верхней трети лица. Сейчас же мы используем методику Full Face, так называемый лифтинг неферсити. Все лицо. Да, применение ботулотоксина в нижней трети лица. Это все-таки методика Full Face, она помогает сохранить нам лицо более молодым длительный срок. Когда ботулотоксин употребляется для лба, это понятно. Фиксируется лоб, морщинки разглаживаются, мимика корректируется, не исчезает полностью. И, насколько я понимаю, сейчас не ставят, как говорят, намертво. А что внизу корректируется, в нижней трети? Внизу корректируются мышцы, которые оказывают свою депрессивную активность, то есть тянут структуры лица вниз. Это, прежде всего, поверхностная мышца шеи платизма, мышцы, которые опускают уголки рта, подбородочная мышца, которая с возрастом поднимается вверх. Делая инъекции в эти мышцы, мы тем самым снижаем их, вот эту вот депрессорную активность. То есть тянет эти мышцы, тянут лицо вниз. И данная методика показывает колоссальные результаты. И перед постановкой нитей в нижнюю треть лица, будь то хирургических нитей, будь то обычных нитей, мы, прежде всего, должны задумываться о том, а не поставить ли здесь ботулотоксин. А, потому что если ты косметические нити вставишь, а тянуть всё равно будет? Нет, они просто не устоят. Поэтому большинство наших пациентов недовольны процедурой нитевого лифтинга только по этой причине. То есть если не сделать коррекцию ботулотоксином накануне, то нити могут не отработать? Не отработать. Не отработать полтора месяца, но не два года, как заявляет производитель. Поэтому вот только в синергизме докторов, в синергизме чёткого взаимодействия мы достигаем определённых результатов. Хороших. Ну и вот у нас остаётся некоторое время для того, чтобы мы рассказали ещё об инъекционной коррекции всё-таки, которая корректирует водопородок и скулы. Хоть вы и говорите, что это сейчас не так популярно. Это популярно, но без перебора. Не надувать лицо, что называется. Тогда что? Тогда что и как? Ну сейчас также используется методика и по инъекционной методике full face. Мы расставляем акценты на лицо. Мы не заполняем чётко носогубные складки и не позволяем пациенту указывать нам, что делать. Мы попытаемся ему максимально объяснить, что не хватает и где. Расставляя акценты на лице, важно помнить точки, на которые мы этот препарат положим. Это скулы, подбородок, небольшой акцент на губы. Они должны быть естественными. Дальше сейчас модные методики заполнения висков. Чтобы не было провалов ям таких. Чтобы не было провалов. Заполнение лба. Ну и остальное опционально. И сейчас появилась новая методика. Но она не новая. Но в Кирове она у нас недавно. Это методика заполнения мелких морщин. Когда морщинка превратилась уже в залом, в рубец, мы используем методику бланширования. Это поверхностное введение филера на основе гиалуроновой кислоты в морщинку. Морщина разглаживается и оказывает свой эффект. Раньше было невозможно бороться с кольцами венеры. Это на шее такие. И считалось, это такой... Никуда не деться, да? Мне сказали, что это фаталка. Неправда. Вас обманули. То есть сейчас мы на самом деле способны скорректировать своими методиками достаточно много недостатков на лице, не прибегая к помощи пластических хирургов. Но иногда. Но иногда всё-таки это надо. Природу не обманешь. Строение кожи тоже. Ну и полный штат специалистов. От хирургов до косметологов, терапевтов. И смежных специалистов. И смежных специалистов. Есть в Центре медицинной косметологии ЭЛАДА. И мы об этом рассказываем в наших программах. Слушайте доктора. Рассказывают нам специалисты Центра. И сегодня в гостях у нас была Наталья Ильина. Врач-дерматолог, косметолог, заведующий отделением эстетической косметологии Центра медицины и косметологии ЭЛАДА. Спасибо вам. Будьте красивыми и слушайте доктора. Спасибо. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.